Событийный Сочи привлекает гостей со всего мира. И если зимой отдыхающий предпочитает гулять в основном днём, то летом курортная жизнь начинается с заходом солнца. В сезон набережные, кафе, бары и рестораны работают до последнего посетителя. Если там до утра гремит музыка, значит есть клиенты. Руководители самых шумных заведений, в адрес которых было направлено немало жалоб от местных жителей и гостей курорта, сегодня пригласили в мэрию. Мы получили 100 обращений. 100. На превышение шума, нарушение общественного порядка в заведениях, в объектах общественного питания. Есть у нас гриль-бар «Лентяй», пиловарня «Файнфельм». 40 обращений за календарный год с 2016-2017. Ночной клуб «Агава» в этом году 4 обращения. Ресторан «Дом» 2 обращения. Кафе «Штовп» 3 обращения. Ну и ночной клуб «Платформа», тоже у нас горячо известное шумное предприятие, 5 обращений. 100 обращений от сочинцев и гостей курорта было направлено только в адрес мэрии. А фактически недовольных гораздо больше. Люди отдыхают по-разному и некоторым туристам необходима тишина. В этом случае при выборе отеля стоит обратить внимание на его местоположение. Как правило, тихой ночи не бывают у набережных. И в этой части не сладко приходится и жителям многоквартирных домов, находящихся у побережья. В мэрии считают, комфортно должно быть всем. В соответствии с санитарными нормами, в период с 11 часов вечера до 7 утра в жилых помещениях и на их территории уровень шума не должен превышать 30 децибелов. Такая норма установлена законом, и ее несоблюдение может привести не только к административной ответственности, но и вовсе к ликвидации предприятия. Руководителям кафе надо искать компромисс. Ходите к ним в гости, посмотрите, пообщайтесь, скажите, что не устраивает. Может быть, на самом деле у людей там груднички, а вы там спать не даете им по ночам. Договорились? А через неделю, если понимания не будет, мы будем просто вынуждены к тому, что нам там не нужно это заведение, которое мешает людям. А вот в части шумных соседей или любителей громкой музыки в авто действует закон о соблюдении общественного порядка. Это уже задача полицейских. Ведь для них, как и для мэрии, создание благоприятных условий для проживания и отдыха в Сочи – одна из основных целей работы.